Ценители хорошего кино в эти фестивальные дни практически поселились в кинотеатрах. Столь велико желание посмотреть конкурсные работы. Выбирать есть из чего. Фильм сербского режиссера Миши Родивоевича «Как меня украли немцы» собрал полный зал. Представлял картину, над которой работали по сути все страны, бывшие некогда республиками Югославии, продюсер Светозар Цветкович. Важно, что вы увидите сейчас именно первую эту картину, потому что в ней очевидно вы увидите связь между тем, что происходило во время Второй мировой войны, и тем, что было во время последней Балканской войны. Для некоторых оренбуржцев знакомство с фестивальным показом началось именно с этой картины, в которой рассказ о судьбе Алекса, ребенком, пережившего Вторую мировую войну, и уже взрослым ужаса гражданской, заставляет о многом задуматься. Мне стало интересно, что здесь такого необычного, потому что надоело смотреть уже одинаковые фильмы, а хоть что-то интересного, необычного. С каждым годом у фестиваля становится все больше своего, постоянного зрителя, считающего Восток-Запад одним из главных культурных событий Оренбуржья. Это единственный кинофестиваль, который представляет нашу Оренбургскую область на Международном кинофоруме. Для меня фестиваль Восток-Запад – это большое событие, потому что можно посмотреть те фильмы в кинотеатрах, которые обычно не попадают в регулярный прокат. Говорить не то, что о победителях, а о явных фаворитах пока рано. Представлено много достойных работ. Так что председатель жюри знаменитый режиссер Кшиштов Зануси уже сейчас признает, что выбрать будет нелегко. Интересно просто, до сих пор выбор интересный. Всегда вопрос, жалею ли я, что я что-то посмотрел или не жалею. До сих пор не было такой картины, чтобы я жаловался и сказал, не надо было смотреть. Кто же все-таки станет обладателем главного приза «Сарматского золотого льва» станет известно на церемонии закрытия фестиваля в нынешнюю субботу. А пока еще есть время сходить в кино. Карина Тимкова, Роман Боричев, Будни.